здравствуйте добрый вечер всем кто присоединяется здравствуйте здравствуйте и давайте давайте немножко подождем пока добрый вечер здравствуйте и напомню что тема сегодняшнего прямого эфира это старт марафона по пошиву стильной куртки и стежки и пока девчонки присоединяются напишите пожалуйста видно ли меня слышно а еще мне бы очень хотелось узнать географии участников этого марафона поэтому если вас не затруднит напишите пожалуйста из какого вы города потому что у кого-то еще тепло и еще есть время создать свой осенний гардероб а где-то уже холодно и уже нужно быстро быстро шить теплые вещи и так вижу все отлично связь есть видно киев очень приятно у вас наверное еще пока тепло москва отлично анапа очень приятно саратов но надо же сколько разных городов ростов-на-дону девочки очень рада вас всех видеть испания приятно краснодарский край всем здравствуйте всем здравствуйте очень приятно вас видеть запорожье ждем ждем новеньких присоединившихся ростов-на-дону днепр отлично всем привет из санкт-петербурга побережье германии здорово остров остров на северном побережье германии просто сказка как вы здорово выглядите благодарю до вчера постаралась подготовилась сделала себе освежила прическу москва ростов-на-дону отлично девчонки отлично я очень рада у нас очень большая география надеюсь еще не у всех похолодало и вы успеете сшить вот эту стильную утепленную курточку турция приятно приятно и давайте потихонечку начнем давайте начнем как обычно со знакомства потому что много новеньких присоединившихся и так меня зовут лилия дроздова я занимаюсь занимаюсь индивидуальным пошивом одежды но как бы это не было моей трудовой деятельностью всю мою как как сказать жизнь это было моим хобби и буквально несколько лет назад а если быть точной то где-то четыре года назад я решила все бросить и заняться своим любимым делом поэтому я шью не так давно но я шью очень много постоянно и поэтому на практике как бы набирается опыт и я стараюсь его как бы передавать то есть я делюсь с вами своим опытом чтобы вы тоже могли сшить такие же вещи я не люблю шить простые вещи я обязательно в каждую модель добавляю какую-нибудь изюминку и те кто со мной давно наверное это уже заметили ну а те кто только присоединился я думаю что у вас еще все впереди и вы познакомитесь с моим творчеством девочки всем кто присоединился добрый вечер приятно видеть вас на этом прямом эфире в москве сегодня холодно да у нас тоже в петербурге ужасно дождь девять градусов всего лишь спасибо за ваши сердечки ну а теперь давайте о марафоне давайте сначала обозначим план нашего эфира я сейчас расскажу о самом марафоне об условиях марафона потому что те кто присоединился в первый раз еще не знают как проходит марафон потом я вам покажу и расскажу все подробно по курточке и потом я отвечу на все ваши вопросы отлично поехали здравствуйте еще раз здравствуйте здравствуйте итак девочки мои марафон это бесплатный швейный марафон на котором вы под моим руководством шиете какое-то изделие в данном случае это будет курточка из стежки сегодня в день в день старта я выкладываю все видео уроки по пошиву ну частично я уже их выложила заранее потому что в один день очень большой объем информации сложно как бы загрузить чисто из-за технических проблем поэтому какие-то видео у меня уже выложены на закрытом аккаунте в инстаграм и даже что то есть на youtube ну а теперь по порядочку какие видео уроки вы сможете увидеть на этом марафоне первое это как снимать мерки и какие мерки нам нужны для построения вот этой куртки обращаю ваше внимание что мерки мы снимаем именно для верхней одежды то есть для платья совершенно другие мерки то есть если кто-то хочет приспособить выкройку в нескольких направлениях то вам нужно будет вносить корректировки далее я дам полное построение выкройки рукава реглан так как наша модель напомню выглядит следующим образом это куртка с капюшоном рукав реглан кстати рукав двойной если кому-то интересно с накладными карманами ну и в принципе все остальное очень просто итак я дам построение выкройки рукава реглан выкройки капюшона и конечно же покажу как корректировать в случае нестандартного наклона плеча и если вы хотите добавить вытачку на очень большой размер груди эти все корректировочки вы сможете посмотреть и что-то я не вижу сердечек все остановилось дайте знать слышно видно пауза какая-то получается так сердечки появились то есть я на связи я не одна разговариваю не сама с собой отлично спасибо итак поехали дальше что же мы после выкройки получаем мы получаем порядок работы именно со стёжкой то есть стёжка это материал состоящий из нескольких слоев из курточной или плащовой ткани из синтепона ну или какого-либо утеплителя ну и в моем случае здесь вот есть такая прокладка из понбонда чтобы не вылезали вот эти вот ворсинки синтепона вот такой у меня бутерброд это моя стёжка вот такая вот она пухлая но она очень мягкая то есть у меня курточка буквально может вот сжаться буквально в кулачок то есть она очень очень мягкая поэтому я покажу как работать вот с такой стёжкой как обрабатывать швы как их соединять это все будет на урок на уроках марафона конечно я покажу как обрабатывать кулиску ставить кнопки делать карманы и вот этот вот двойной пристёгивающийся рукав все последовательно в больших девяти уроках вы подробненько сможете все посмотреть и повторить итак сегодня до конца дня я выкладываю все уроки на закрытом аккаунте в instagram вы изучаете и советую сначала просмотреть все уроки а потом уже когда вы в целом получили картину и уже понимаете последовательность действий после этого приступать уже к снятию мерок построению выкройки и естественно крою на ткани так что сначала ознакомьтесь с материалами а потом уже приступайте к работе если у вас возникают какие-то вопросы вы можете писать их в комментариях под видео как на закрытом аккаунте на youtube или в закрытом телеграм-канале ссылка в телеграм-канал ссылка в телеграм-канал есть на закрытом аккаунте в instagram я уже заговариваюсь немножко вот так что если что-то не получается в телеграм-канал вы можете прислать прям фотографию и мы с вами разберемся на на все вопросы я отвечу потому что на что хотела обратить внимание как бы невозможно знать все и конечно же с каждым изделием я сама набираюсь опыта практики и так далее то есть вы думаете это марафон для вас это в первую очередь был марафон для меня потому что перед тем как дать вам этот материал мне нужно было изучить конструирование моделирование технологию обработки и работа с этими материалами поэтому конечно же я все это проработала на себе проверила и только после этого даю вам уже этот материал но хотела обратить внимание что я его отрабатывала на себе на своих размерах поэтому девочки плюсики извините если что-то у нас не будет сразу получаться вы пишите вопросы и мы конечно же решим с вами все какие-то моменты в построении выкройка на большой размер я думаю что пока вам все понятно вижу сердечки значит вы внимательно слушаете добрый вечер всем кто присоединился и итак поехали далее материалы вы посмотрели начали шить и у вас есть на изучение материалов и пошив две недели это стандартный срок по всем моим марафонам как бы суть в чем что если вы посмотрите и срок у вас будет неограниченный то ну вы просто посмотрите и не будете это делать забудете когда есть ограниченный срок очень многие любят как говорится пинок да и контроль какой-то то вам если надо вы сошьете вы сошьете вечерами там какими-то свободными минутками вы сошьете и к этому сроку вы успеете две недели достаточно для того чтобы сшить эту куртку я ее сшила за два дня ну вам думаю две недели хватит и так две недели вы шьете то есть ровно через две недели это будет вторник через две недели доступ к видео урокам закрывается вы до этого конечно можете сконспектировать ну как-то записать себе какие-то моменты чтобы запомнить и какое-то время потом можно будет дышать то есть не сразу по окончании двух недель я буду просить от вас работы ваши потому что на конкурс вы можете прислать работы ну по мере готовности как бы будем ждать основную основную группу участниц которые претендуют на конкурс и хотят предоставить свои работы так что у вас еще будет сколько-то дней каждый раз по-разному когда-то неделька когда-то две недели еще на дошивание так сказать вот про пинок точно стараюсь успеть в отпуске тем кто в отпуске конечно тем более срок ограничен так что не теряя времени смотрим все видео вподряд и трудимся таким образом я остановилась на конкурсе то есть по окончании двух недель вы предоставляете фотографии ваших работ желательно на себе конечно на столе это хорошо но вы сами понимаете что такая фотография точно не будет на первом месте так что фотографируйтесь красиво в красивых местах в красивых курточках и мы проведем голосование вы же сами и будете определять победителя и победитель получит от меня сертификат на полторы тысячи рублей которым сможет воспользоваться при покупке любых моих видео курсов с предыдущих марафонов я думаю что у меня очень большой выбор выбрать есть из чего и из летнего и зимнего ассортимента поэтому этот сертификат вам пригодится итак девочки если есть вопросы сейчас по порядку проведения марафона можете написать буквально вот пару минут мы сделаем передышку перед тем как я буду показывать вам курточку я пока попью водички с вашего разрешения кто-то ждет ткань и старается успеть ну конечно если интернет заказы то бывает и долго но так я понимаю что по марафону вопросов нет если что пишите в комментариях давайте приступим к примерке я сначала вам покажу ее просто вот так поближе то есть у меня куртка на кнопках капюшон на слюверсами то есть можно затягивать веревочки вот он рукав реглан вот здесь вот объем у меня достаточно большой то есть смотрите вот куртка у меня свободы облегания 20 те кто уже видел видео на первые уже видели вот так выглядит второй рукав то есть рукав три четверти и из него идет трикотажный рукав такие вот пышные карманы вот такой аккуратненький капюшон и сзади она длинная внутри на подкладочки вот так вот выглядит пройма подкладки надеюсь вам видно поближе подойду то есть вот это все кнопочки сейчас расскажу про кнопки вот шнурочек вот такие вот здесь элементы то есть можно их несмотря на то что видите шалькой здесь сделан капюшон можно вот так это все завязать шнурочком чтобы не задувало дальше сам капюшончик вот такой вот он ну и соответственно тоже можно вот так затянуть смотрите какой симпатичный капюшончик дальше рукава рукав три четверти и трикотажный рукав вот этот рукав можно сделать конечно чуть чуть подлиннее ну вот я сделала его вот так чуть ниже локтя вот такие кармашки сзади шикарно великолепно спасибо девочки мне тоже очень понравился результат то есть когда я шила еще пока не понимала достаточно ли мне такого объема или это будет очень много но на самом деле вот этот вот объем плюс 20 смотрите он очень даже комфортно сидит потому что стежка мягкая то есть сама вот эта ткань курточная она очень мягкая если бы она была жесткая и еще много стежки то скорее всего надо делать свободу поменьше чтобы было изделие по аккуратнее такая получилась курточка и сейчас я покажу как это выглядит без рукавов вот здесь сделаны такие вот планочки и на этих планках кнопки можно сделать пробивные я сделала просто пришивные такие кнопочки пока они еще не разносились новые кнопки вот то есть рукав отстегивается вот он весь внутри аккуратненький получается вот так у меня просто рукав загнулся счет вытащу то есть если у вас допустим какая-то там толстовка вы костюм одеваете с какой-нибудь объемным таким теплым свитером и у вас здесь будет рукавчик то принципе тоже очень даже ничего симпатично ну или если нет рукава на более теплое такое время можно вот такая модель курточки и теперь вы можете задавать вопросики что конкретно интересует что показать поближе вот такая обработка борта про кнопки был вопрос не обязательно покупать пресс не обязательно покупать пресс я хоть и купила пресс но не позаботилась о насадках поэтому к пошиву этой куртки к сожалению не смогла им воспользоваться но я покупаю вот такие вот кнопки фирмы прим ну у меня к сожалению такая упаковочка немножко другая вот эти комплекты идут с установщиком то есть вот такой вот аппаратик у него тоже есть все насадки под размеры кнопок и буквально молоточком вы устанавливаете в видео это все у меня показаны как всегда шикарно благодарю спасибо большое сколько нужно кнопок у меня здесь пять кнопок на рукавах вот этих вот пришивных у меня шесть кнопок пришивные кнопочки такие использовала они 14 миллиметров можно поменьше побольше тут как вам в принципе удобно вот через пять сантиметров я пришивала вот такие вот кнопочки на рукавчике что за лента к борту пришит это репсовая лента на самом деле пришить ее появился появилась необходимость так сказать когда я стала устанавливать кнопки я не проклеивала курт из но этот подборд не проклеивала потому что на плащевку клеить дублерин ну как бы синтепон там я подумала что это не очень актуально поэтому решила укрепить борт вот я пришила репсовую ленту смотрите она у меня вот такая красивая но я ее на левую сторону пришила ну вот она вот такая репсовая лента я ее соединила по бокам к подборту и через нее уже приделала кнопочки вот эта вторая лента вторая лента у меня появилась после того как я стала пришивать ее на рукава я когда пришила на рукава думаю что-то мне на куртке не хватает и решила ее вторым слоем она у меня вот такая тонкая вторым слоем пришить вот здесь по расходным материалам все написано в видео по расходным материалам в описании где-то два с половиной метра по моему вот этой ленты а вот этой ленты полтора по моему так для новичков трудный уровень но девочки новички бывают разные опять же есть новички которые на лету схватывают а есть те кому надо очень так долго посидеть по разбираться но в любом случае разбираться разобраться можно во всем было бы желание поэтому если у вас есть желание какой бы вы новичок не были вы разберетесь никаких вот прям сильно сложности здесь нет на трикотажном рукаве кнопочки кнопочка я показала какие кнопочки обычные пришивные кнопки 14 миллиметров они находятся с внутренней стороны здесь вот знаете меня просто опять комментарии идут один на другой поэтому не весь текст видно стрепсовые ленты очень оригинально особенно когда появляется необходимость что-то придумать это точно потому что она достаточно такая есть яркая красивая поэтому она украсит конечно любое изделие главное в нужное место ее поставить учителя бывают разные они новички спасибо большое я стараюсь чтобы всем было понятно и даже если возникают вопросы то я стараюсь всем ответить на эти вопросы поэтому не стесняйтесь пишите задавайте спасибо всем кто уже со мной не первый раз так девочки вопросики может быть есть вопросы по материалам или по выкройке да конечно технологии обработки всех элементов будет на видео конечно как первую пришивала покажу вторую я просто пришила на руках уже поверх 1 потому что все было сшито я ее пришивала уже потом у меня к сожалению здесь нет вы наверное видели у меня есть такой костюм спорт шик черный с лампасами я примерила эту курточку с этим костюмом с рукавом и когда из рукава выглядывали лампасы родилась вот эта идея сделать ленточку вот сюда и в запасах у меня нашлась такая ленточка соответственно я ее сюда и пришила низ боковых швов не знаю с лицевой стороны или не с лицевой стороны так вот смотрите вот боковой шов это спинка это перед это карман здесь идет из плащевки обтачка вот она вот так выглядит понятно про боковые швы кто спросил про кнопочки поняли фирма прим еще раз покажу да потом после окончания марафона как обычно можно доступ ко всем видеозаписям приобрести но пока это еще не сформировано в какой-то конкретный курс а потом скорее всего можно будет а если у меня стежка диагональная и она не распускается по краям обязательно надо прострачивать все по контуру вы знаете вот ну у меня вот такой был контур мне нужно было соединить это все по контуру сначала вот такими строчками вот здесь наверное не видно то есть я все изделия все детали отстрачивала по контуру чтобы они у меня имели вид вот такой они вот такой знаете как такой сложно соединить две детали если у вас нет вот такого то конечно можете не отстрачивать все детали пришивные на подборт конечно можно вы можете сюда тоже сделать пришивные кнопки есть красивые всякие там ажурные с цветочками сюда любые можно пришить кнопки не обязательно такие установочные и в принципе конечно же вообще можете изменить модель вы можете сделать целый рукав вы можете сделать это вообще длинным пальто можно сделать допустим что еще ну кнопки можно сделать конечно и молнию при желании то есть не строите полу занос и пришиваете молнию я для рукавов использовала джерси плотностью 400 грамм на метр если кто смотрел мои предыдущие творения я из этого джерси шила сыну костюм на школьную форму вот у меня осталось и я использовала этот джерси вот здесь для рукавов 400 грамм плотный ночи всем кто присоединяется здравствуйте но мы уже все сказали поэтому посмотрите в записи ничего не хочется менять все очень органично спасибо большое но мне тоже кажется что если что-то менять но менять надо все тогда уже до другого какого-то дизайна добрый вечер опоздала без молнии до куртка без молнии на кнопках на установочных кнопочках на рукавах что может подойти на рукава подойдет я вот когда смотрела в магазинах думала может что-то другое купить можно использовать футер можно использовать джерси можно использовать какой-то вязанный трикотаж плотной вязки то есть ну любой трикотаж важно чтобы он растягивался почему потому что вот эта планка видите на растяжку вот этот рукав должен быть меньше чем рукав на куртке а планка для кнопок одинаковая поэтому вот этот материал должен растягиваться любой трикотаж который растягивается двухсторонняя стежка и получится не объемно как у вас ну возможно да не объемно потому что двухсторонняя она может быть и прострочено более часто и такая она более тонкая ну не страшно почему обязательно она должна быть такая вот у каждого свой вариант на самом деле поэтому у вас получится менее объемная красивая курточка про манекен ну что могу сказать про манекен если бы я покупала сейчас манекен я бы купила его как свой старый в черном цвете потому что ткани многие красятся и очень часто очень быстро пачкается светлая вот это вот хлопковая обтяжка второе я купила к этому манекену руки но они вообще неудобные то есть если вы будете покупать руки но не покупайте я бы лучше голову купила на самом деле чем руки потому что руки лежат в шкафу вообще неудобные по удобству ну конечно вот эта вот система колесиков такая достаточно хлипкая я бы сказала а сам манекен он удобный он мягкие иголки в него можно утюжить на нем по форме он подходит под мою фигуру поэтому сам манекен удобный а все что вокруг него как бы ну вот так посоветуйте кнопки чтобы хорошо стояли про кнопки я уже сказала я использую фирмы прим платье на вас восторг вытачки разглядела рукава это платье и джерси на youtube канале есть моделирование и пошив где-то примерно год назад здесь французская вытачка а рукав кстати вот я тут использовала вот эту репсовую ленту остатки от нее вот сейчас использовала к этой куртке то есть получается рукав просто широкий и в боковом шве не зашит вот и все спасибо всегда приятно проводить время с вами и вам спасибо мне тоже с вами очень приятно согласно платье классное спасибо девочки а сколько у вас ширина утеплителя примерно полтора сантиметра ширина ширина утеплитель как написано у продавца плотность его 150 грамм а так трудно сказать вот когда зашиваешь он тонкий когда вот он раз по распушенный такой он толстый здесь не сказать какая ширина утеплителя так то вообще плоский ну вот он очень мягкий но когда вот как вата знаете вата может быть пушистая можно ее сплюснуть поэтому не могу сказать 150 грамм на метр плотность спасибо большое эксклюзивная курточка спасибо спасибо девочки я рада что вам понравилось спасибо спасибо еще вопросики пожалуйста пишите обзор готовые курточки и как обычно я показываю примерку с разными образами будет чуть позже в отдельном видео я подготовлю все образы покажу вам то есть в принципе такая куртка получается универсальная ее можно и со спортивными какими-то костюмами из футера и со спортшиком и с платьями и даже с вечерним я примеряла очень даже смотрится ну вот если черное платье то в принципе очень даже ничего у вас две недели вывод с сегодняшнего дня две недели смотрите материалы шьете две недели но потом еще какое-то время можете дошивать то есть конкурс не сразу через две недели спасибо будем стараться сшить конечно старайтесь это же все для вас будете ходить в красивых курточках я шила два дня но я работаю дома поэтому у меня как бы утро начинается с хозяйственных каких-то домашних дел и в перерывах я шила вот курточку поэтому ну вот считайте два дня с перерывами на домашние работы не хотела трикотаж на рукава а в магазине попался подходящий ну отлично значит сама судьба вас привела к такому рукаву трикотажного девочки кто присоединяется посмотрите пожалуйста в записи потому что мы уже почти что заканчиваем у вас есть профессиональное образование по конструированию нет у меня профессиональное образование я портной третьего разряда и я заканчивала вот четыре года назад курсы все остальное это собственное изучение как сказать почти что самоучка рукава отстегиваются вот они вот они спасибо большое куртка классная модная особенно карманы огонь карманы классные да они такие пушистые как у кенгуру такие они отдельно я их пришивала тоже придумывала сама способ обработки так что смотрите можете придумать свой другой способ удивляюсь вашей скорости пошива вы так много и быстро шьете просто завидую сколько в общем в день у вас уходит на пошив времени часов 5 или больше на самом деле я даже не контролирую я могу шить до часу ночи могу вот сына проводить школу в 7 утра и сразу же начать шить а могу целый день не шить то есть у меня знаете как бы как это говорят у творческих людей вот под настроение сегодня шью завтра не шью поэтому сложно сказать я тоже хочу сшить за два часа ну далее у вас получится у вас же опыт есть вам нужно только вот дать установку и проконтролировать вас так что удачи вам на рукаве это плащовка у меня компаньон вот этот плащовка черная обтачка выполнена из нее подбор капюшон и вот это вот лента это из плащовки выглядит курточка супер и хозяйка в курточке красавицы маргарита большое спасибо рукава и карманы изюминка куртки согласна так бы она была просто обыкновенная куртка с капюшоном вы большая умничка большое спасибо вам опыт есть контроля нет но вот по возможности буду вас всех контролировать в stories буду выходить каждое утро и спрашивать кто что сделал где купить ленту девочки ну в обычных магазинах там где молнии пуговицы кнопки резинки там и репсовая лента так еще вопросики вы супер спасибо за ответы и вам большое спасибо очень функциональная курточка согласна она и функциональная и под многие стили подходит пока не знаю насчет теплоты потому что еще пока не выходила в ней на улицу но 150 утеплитель ну до нуля то точно должен наверное к тому же можно вниз что-то одеть с вами очень легко очень приятно я стараюсь я стараюсь во первых простым языком доносить не по книжкам потому что там я вот сама разбираюсь с некоторыми книжками думаю но для кого же их написали очень все сложно вот так вот поэтому я стараюсь просто чтобы было всем понятно все показать стараюсь поближе если вот сам пошив поэтому я думаю что вы все справитесь ногами ногами от манекена часто пользуетесь у меня вот ноги я купила манекен наверное пару месяцев назад пока брюки еще не шила поэтому не могу сказать про ноги ничего вот когда буду шить брюки тогда буду пользоваться я так рада что шью вместе с вами очень приятно спасибо большое вот по поводу ног на манекене у меня предыдущий манекен был ровный вот все четыре года я им пользовалась и в принципе не чувствовал нужды в ногах но сейчас так как я покупала новый я хотела чтобы в нем было все поэтому они тут есть насколько они будут нужны пока пока не могу сказать если у вас бюджет ограничен то конечно наверное в них особого смысла нет потому что сам манекен в принципе как вот куда вот повесить чтобы посмотреть со стороны оценить посадку плеча вот это все то что брюки тут все равно вы не померяйте ну тоже можно как вот для фотографии повесить ну что если вопросов больше нет то я думаю что мы можем потихонечку заканчивать наш прямой эфир очень рада что вы пришли ко мне на прямой эфир и очень рада что вы пришли на марафон лили у вас очень доступный щедрый материал на марафонах спасибо большое вам и вам большое спасибо как я уже сказал я просто стараюсь чтобы вам было все понятно спасибо большое спасибо спасибо девочки вам спасибо обязательно шейте такое платье она из джерси это трикотаж она комфортная удобная стильная ну на самом деле здесь все в одном поэтому шейте платье шейте сначала куртку потом платье спасибо девчонки за участие за присутствие надеюсь у вас все получится буду ждать ваши работы ваши вопросы ваши комментарии ваши сердечки под всеми видео спасибо вам огромное спасибо спасибо за щедрость спасибо ну что давайте прощаться по платью на ю тубе есть моделирование и пошив год назад листайте спасибо за прямой эфир и марафон оксана и вам спасибо буду ждать от вас вашу модельку на конкурс спасибо спасибо ну все девочки спасибо вам большое давайте уже приступим к нашему творчеству сейчас буду выкладывать видео которое еще не выложила а вы пожалуйста смотрите изучайте шейте желаю вам творческих успехов шейте с удовольствием и носите красивые вещи каждое утро в stories буду вас контролировать окей договорились все пока пока